Фотографии Линдси Лохан для журнала Playboy попали в сеть. На 10 снимках Лохан снята в позах известных по фотосессии Мэрилин Монро 1949 года. Фотографии просочились в интернет за неделю до официального выхода журнала в продажу. Сообщается, что Линдси получила за фото своих прелестей 1 миллион долларов, а владельцы журнала собираются поставить этим выпуском рекорд по продажам. Певец Майкл Бубле продолжает удерживать первую строчку в рейтинге лучших альбомов по версии издания Billboard с пластинкой «Рождество». Праздничный альбом джаз-поп исполнителя, в который вошли классические вещи, такие как «Уайт Крисмас», а также композиции собственного сочинения, удерживает лидерство в рейтинге вторую неделю подряд. Продажи за это время составили 293 тысячи дисков, а с даты выпуска в октябре продано более миллиона копий. На премьере фильма «В краю крови и меда» Анжелина Джоли встретилась со своим отцом Джоном Войтом. Брэд Питт также посетил премьеру фильма режиссером и сценаристом которого выступила сама Анжелина. Картина говорит о любви между боснийской пленницей и сербским солдатом, которая разгорается на фоне войны в бывшей Югославии. Лента выходит на экраны в России 23 февраля. Рэпер Джей Зи объявил, что даст два благотворительных концерта на сцене Карниги Холла в Нью-Йорке. Концерты пройдут в пользу организации United Way of New York City и фонда Шона Картера. Обладатель 13 статуэток Грэмми станет первым в истории исполнителем в стиле хип-хоп, который выступит соло в знаменитом зале. Концерты состоятся 6 и 7 февраля.